я приветствую всех на своем канале сегодня я решила полить орхидею которую мы вместе с вами пересаживали на канале этот сорт называется magic art давайте же посмотрим что же с ней произошло я вам ее показывала когда пересаживала что у нее все бутоны были на месте но как только я ее пересадила и буквально даже вечером посмотрела на эту орхидею я заметила что эта орхидея начала сушить бутоны вот один бутон я вижу уже меняет цвет но и вот этот бутон говорит о том что он просто моментально стал сушиться но о чем это говорит это о том говорит что все-таки орхидеи после покупки когда я принесла ее домой она мне адаптировалась прохладной комнате она не заметила даже вот это то что она перешла из одного места в другой переехала вернее но так как я ее затронула так как я затронула ее корни убрала торфяной стакан но и наверное все таки чуть-чуть ее побеспокоило она решила на это отсушить несколько бутонов но посмотрим будем надеяться что она не все бутоны отсушит еще оставит несколько чтобы мне полюбоваться но вот а может быть даже эта причина быть в том что все-таки при пересадке я добавляла несмотря на то что добавила ее грунт в котором она росла я добавила новый свой грунт может быть вот это вот сухость которая получилась при пересадке вызвала это но может быть что-то другое орхидеи и не только орхидеи многие другие растения просто мы не обращаем внимание обязательно при пересадке начинает терять тургор начинает перебаливать но это закономерность я заметила и подумала сегодня но почему мы именно думаем что только одна орхидея сушит бутоны у меня столько много цветов в огороде и я сравнила что они тоже в основном переносит точно также пересадку это редкий случай когда орхидеи не заметит пересадку если вы еще обработаете и пеном или какими-то препаратами чтобы она не стрессанула против стресса может быть тогда она еще и как бы оставит бутоны в нормальном состоянии ну вот пришло время ее полить эту орхидею вот сейчас я ее буду поливать обыкновенной простой водой набрала вот полтора литровую лейку теплой воды из-под крана я поливаю воду из-под крана ничего и не фильтрую ничего я ее не даю ей выветрится потому что воду эту пью я сама я считаю то что я пью сама орхидеи моей но не может повредить уж прям в такой степени чтобы примут ей было очень плохо вернее будем надеяться вот для этого я приготовила видите какую большую высокую банку в которую поставила вот орхидеи сейчас я буду ее поливать именно проливом потому что хочу смыть все то что осталось в этом грунте ну во первых я хочу еще сказать то что я поливаю простой водой для того что понимая что этот грунт который я снова туда весь засыпала в этом грунте чего только нет мы все об этом прекрасно знаем и гормоны и удобрения и все все для стимуляции и для роста быстрого роста растения и вот для того чтобы как-то немного смыть и это вообще рекомендуется даже смывать промывать этот грунт покупной потому что там много всего того что может потом впоследствии после того как орхидея цветет ее просто погубить но вот именно вот так вот потихонечку я сейчас ее буду проливать вот не касаюсь глупо не заходя глубоко к основанию растения и вообще я как уже говорила то что я начинаю орхидеи поливать проливом знаете мне очень понравилось понравилось так ее поливать лишняя влага ничего не остается вот и не гноит виламина орхидеи мне очень понравилось я проливаю по несколько раз вот обходя прямо над над раковиной в горшке но здесь у меня кашпо более такое горлышко узкое поэтому приходится как-то осторожно так сейчас я ее немного поставлю солью эту воду и буду дальше проливать сразу видно что вода промывает всю грязь вымывает с грунта делая грунт более чище вот так вот грунт все-таки влагоемкий как я говорила она росла в таком влагоемком грунте лейка кривая буду прям туда подает назад ничего страшного сейчас я уберу вот это все то что туда глубоко зашло будем надеяться что все быть нормально ну вот как то так вот пролила орхидея грунт пролила посмотрите какой грязный грунт вот такой там осадок и вот это все не нужно и конечно надо промывать оставить нормальный грунт чистенький ну а потом со временем когда пройдет там например месяц два месяца даже надо во первых чтобы еще эта орхидея отцвела сколько времени пройдет не знаю но в течение наверное полгода точно можно даже смело не подкармливать орхидеи ну а потом после того как она отдохнет после цветения ее можно заново начинать уже подкармливать своими постепенно удобрениями вот в легкой форме не обязательно уж прям переборщать с удобрениями вот но и конечно все таки без удобрения нельзя потому что орхидея нуждается в питательном грунте в хорошей подкормки все равно пусть в легкой форме но все-таки она нуждается так вот что я еще хотел сказать пока у меня орхидея стоит я хочу ответить на вопрос который мне задала моя подписчица сегодня у меня был такой вопрос на тему вот у меня орхидея теряет тургор листьев и бутоны сушит вот что может быть причиной но как мы уже все знаем что причина основная в том что если мы орхидею не до поливаем если она не получает достаточно влаги потому что сейчас в доме у каждого практически у всех очень жарко очень сухо но и и мы понимаем то что боимся залить орхидею боимся ей навредить стараемся как бы так вот поливается так вот скудненько но иногда нашим орхидеям этого просто недостаточно если вы видите что ваши корни серого светло-серого цвета что грунт у вас практически просох вот и теряет тургор и сушит бутоны значит причина в том что ваш орхидея просто недополучает влаги но если вы смотрите вроде что у вас палитой орхидея чтобы ее только буквально недавно поливали что грунт еще не просох это что там у вас в грунте корни видно что они какого-то непонятного цвета и что они у вас вообще не просыхают даже стоят столько времени конечно это причина вся в корнях значит у вас где-то корни теряются виламин где-то знаешь что вас погибает где-то гниет загнивает и просто ваша орхидея не в состоянии обеспечить свои листья и обеспечить именно цветение который на данный момент у вас происходит ну и последствии конечно обычно я если вижу замечаю что именно мои орхидеи политы недавно и с корнями что-то происходит не так внутри горшка я обязательно ее вытащу из этого горшка просмотрю все корни если надо я где-то почищу если надо я ее поставлю просто в сухую посуду чтобы она подсушила свои корни а потом буду думать как бы мне ее сажать дальше со временем когда она просохнет и когда я увижу что у нее вполне здоровые нормальные корни как у меня было у орхидеи пикачу вроде все нормально но и тургор нормальная вот что-то с ней как-то непонятно было вот ночью вот такой вот ответ у меня на вопрос который мне задавали и не только этой подписчица а вообще всем тем начинающим девочкам которые только-только начинают и хватается за голову и не знает что же делать а делать надо то девчонки полил как была реклама а ты налей отойди вот точно так же и с нашими орхидеями когда я их проливаю проливом я их ставлю на полку и стараюсь забывать до следующего полива а когда время подходит и я вижу что уже даже по расписанию по ему моему подходит время и поливать я ее достаю смотрю и действительно думаю да и и пора поливать и также я опять же ее начинаю проливать проливом и опять ставлю на полку и они со временем пока проходит время они очень хорошо адаптируются вот и меня вообще не тревожит и не беспокоит но это самое главное чтобы орхидея после покупки успела какое-то время адаптироваться вашей квартире но первое время конечно после покупки обязательно надо за ними наблюдать чтобы успокоиться что с ней действительно все в порядке ну а на этом я буду заканчивать свое видео всем вам говорю до свидания до новых встреч на моем канале всем пока пока